Алоха, друзья. Вы знаете, как летают азиаты из одного из лучших, на самом деле лучших аэропортов мира, города-государства Сингапура. Аэропорт называется Чанги. Прямо сейчас я здесь и нахожусь. Через несколько часов улетаю на райский остров Бали, поэтому для вас специально покажу же этот офигеннейший аэропорт и проинспектирую авиакомпанию Гаруда Индонезия. Ну что, погнали инспектировать! У-у-у-у! В Гаруде работает онлайн-чекин. Я попытался зарегистрироваться, это сделал. Но меня потребовало везти по всем пяти пассажирам, которые летят со мной, паспортные данные, фамилию, имя, когда заканчивается, визы, национальность. Короче, мне было это в облом делать, поэтому онлайн меня не зачекинило финально. Мне все равно пришлось подойти на стойку и зачекиниться вот там. На стойке практически нет людей, нет огромных очередей. Мы прошли чекин за 5 минут. Багаж, который разрешается с собой. С собой разрешается брать ручную кладь каждому пассажиру. Я не помню, сколько, но нас даже не взвешивали багаж. Думаю, 7-12 килограмм. И один багаж зарегистрируемый, регистрируемый, регистрируемый, регистрируемый его ГОР. О, май гад. Один багаж, который можно сдать до 30 килограмм на человека. Я попросил меня проапгрейдить до бизнес-класса, потому что дети просят, папа, когда мы уже полетим бизнесом? Когда полетим бизнесом? Нас не проапгрейдили, но я попросил. Вот. Хотя говоря, обращаюсь к авиакомпаниям. Если вы смотрите это видео, пожалуйста, обратите внимание, что мы будем с удовольствием проапгрейдены до бизнес-класса и скажем вам благодарочка. Значит, в самом аэропорту прямо вот мы сейчас находимся в 3-м терминале. Для детей устроено целое шоу. Все могут прийти, сфотографироваться, поиграться. Здесь есть очередь. Да, действительно очередь. Не так просто попасть. В общем, дети здесь могут просто поиграться, пофотографироваться. И это только вход в аэропорт. А дети, как всегда, попали на Hello Kitty. Боже, куда мы не приезжаем. В каждом аэропорту мы обязательно должны зайти в детские магазины и в duty free. Снег. Они не видели снега. Вот. Азиаты просто фотографируют искусственный снег. Друзья, приезжайте в Украину. Там знаете, сколько снега. И на дорогах, и на машинах, и на домах. Везде полно-полно снега. Короче, в аэропорту целая тусе, дискотека, праздник. Люди любят жизнь и наслаждаются. Покажу. Везде по аэропорту есть такие charging stations. Можно подойти и спокойно через USB либо через розетку зарядить свои девайсы. Паспортный контроль прошли буквально за 5 минут. Спросили у тети на паспортном контроле, почему же так все быстро. Она говорит просто, что сегодня Рождество, поэтому гораздо меньше людей. Дети, куда вы сейчас пойдете? В duty free. Понятное дело, мы всегда идем в duty free. А папа? Здесь не то, что duty free. Здесь магазинов, наверное, сотни. Просто, просто вокруг сотни магазинов. А я вам сейчас расскажу не о магазинах, а интересные факты об этом аэропор... Аэропор. Аэропорте. Об этом аэропорте. Да, Ева? Да. Что хотела сказать? Говори. Да, я хотела сказать, что здесь еще есть зал бабочек. Там большие бабочки и много чего другого. Точно. Пока будем идти к залу бабочек, я переключу камеру вперед, я расскажу вам про этот аэропорт и покажу этот зал бабочек. Ну что, дети, погнали искать зал бабочек? А потом наводь. Боже, я бы меня в губы поцеловала. Итак, друзья, аэропорт Сингапура Чанги. Это международный аэропорт Сингапура. Он является главным транзитным узлом в регионе Юго-Восточной Азии. Аэропорт является довольно важным вкладчиком в экономику Сингапура. В принципе, так же, как и их порт, который один из самых больших в Азии вообще в мире. Значит, аэропорт открылся в тот год, когда я родился, в 1981 году. И получил на эти 36 лет более 450 наград. А еще аэропорту достоился присуждения звания лучшего аэропорта мира аж 19 раз. В аэропорту Сингапура представлено огромнейшее количество полезных штук для людей, кто попал в его транзитную зону. 550 стоек с компьютерами, 800 зарядных станций, бесплатный Wi-Fi, массажные кресла для ног, стойки для компьютерных игр, кинотеатры, музыкальные комнаты, сады, огороды, детские площадки и еще всякие разные другие развлечения. Этими полезностями оборудование все терминалы. И это все совершенно бесплатно. В аэропорту Чанге даже есть бесплатные экскурсии по Сингапуру на автобусе. Эта услуга нас вообще поразила. Она доступна только тем, кто находится в транзитной зоне. Представьте, если вы имеете свою большую транзитную остановку в Сингапуре, то в определенное время, это утром, по-моему, с 9 до 11, с 11.30 до 1.30 и вечером тоже дважды, вы можете поехать на двухчасовую обзорную экскурсию по городу. Эта экскурсия включает в себя самые известные достопримечательности города, страны Сингапура. Это колесо обозрения. Можете посмотреть на вид с этого колеса в одном из моих видео о Сингапуре. Гостиницу Marina Bay. Поднимаетесь на самый верх, там есть Sky Park со 150-метровым бассейном. Фонтан Богатства, театр Esplanada, парк Merleon, китайский и индийский квартал, а также центральный бизнес-центр. Короче говоря, если у вас здесь длительная стыковка, обязательно воспользуйтесь этой услугой. Если вы в транзитной зоне, поедете на двухчасовую бесплатную экскурсию по городу. Здесь 4 терминала. Четвертый терминал самый крутой. Мы находимся в третьем. В третьем терминале что здесь есть интересов? Значит, есть здесь, помимо всех этих сотен магазинов, есть сад бабочек, галерея, музей авиации и даже полноценный кинотеатр. Чтобы добраться из одного терминала в другой, но это работает только между первым, вторым и третьим терминалом, существует мини-метро. Называется SkyTrain. С четвертым терминалом, с новым терминалом связь только по Shuttlebus. Значит, эти поезда SkyTrain, они управляются автоматически, без машинистов. Круглосуточно возят пассажиров аэропорт из одного терминала в другой, бесплатно. Едем, проверим этих самых бабочек. Со мной вон тут тоже есть 4 бабочки, но мы сейчас проверим тех, которые летают. Ух ты! Переключаюсь, бегом вперед. Открывайте дверь, дети. Да, вон летают бабочки сверху. Смотрите, какие красивые. Класс. Они такие большие, красивые, такие разные все. Не все заметишь. Вот сидит рядом с тобой. Вот прямо спрятала здесь листики. Вот летает, хочет сесть не на руку. Ой, класс. Смотрите, как бабочки кушают ананас. Да, вот из цветка пьет нехтар. Значит, написано, что бабочки наиболее активны с 10 утра до 4 часов дня. Мы как раз в самое активное время сюда и попали. Кстати, на территории аэропорта также есть несколько отелей. Есть комната для того, чтобы помолиться. Рей-рум. И еще есть четвертый терминал. Это вообще чудо света. Интересно, почему в Украине нет хотя бы какого-нибудь сада, где растут огурцы, помидоры, капуста, лучок, пурячок и все остальное. Не знаю, не знаю. Надо дать такую идею. Билетики, помните, где надо находить? На TripMyDream. Что удобно в этом аэропорту, это то, что показывается, сколько минут тебе идти до твоего гейта. У меня гейта 18. Здесь написано, что 1 на 21 потребуется непосредственно минут 20 в пути. Аэропорт огромный. 4 терминала, поэтому важно передвигаться здесь эффективно. В 2017 году в ноябре открыли новый четвертый терминал. Это вообще космос. Я туда не попал, потому что оттуда летает всего лишь 5 или 6 каких-то авиакомпаний. Korean Air и какие-то другие. В чем суть этого терминала? Суть заключается в том, что этот терминал практически вообще работает без вмешательства человека. То есть все процедуры практически до самой посадки проходят без человека. Все роботизировано. Они распознают лица и, соответственно, проходишь паспортный контроль и контроль безопасности, и checking, и все остальное. Даже после того, что посадка на борт проходит тоже практически без вмешательства человека. Я там не был, протестировать не смог. Но, возможно, когда-нибудь протестирую и вам об этом расскажу и покажу. Короче, люблю я этот аэропорт. Бабочек посмотрели. Кино Бэтсанту можно тоже посмотреть. Отель есть бесплатная экскурсия двухчасовая, если у вас транзитная зона. Есть какой-то терминал роботизированный без людей, четвертый. Есть массаж бесплатный для ног. Есть и игрушки для детей дальше где-то тоже есть. В общем, аэропорт 5-стар реально получает лучший рейтинг. Сейчас полетим в Гарудо и проинспектируем еще Гарудо-Индонежия. Значит, в чем еще особенность этого аэропорта? Она заключается в том, что вы изначально проходите паспортный контроль, а уже контроль безопасности. Вы проходите непосредственно перед посадкой на свой рейс. Что прикольно, семьи с маленькими детьми проходят как пассажиры бизнес-класса и как те, у кого есть какие-то золотые карты. Прайорите. Ну, мы так и идем. No upgrade to business class today? No. No. Again. Снова upgrade не дают. Второй раз за день. Пошли на посадку. Друзья, как говорится, добро пожаловать на борт. Hello. Hello. Так, здесь у нас бизнес, 12 мест. Но видите, какой бизнес. Хорошие сиденья. Мне кажется, жарковато, правда. Короче, у нас стандарты 737. По статистике, 1200 самолетов находятся каждую секунду в небе. Таких Boeing 737. Также, по статистике, каждые 5 секунд один Boeing 737 садится либо взлетает. Это самый популярный борт во всем мире. Hi, guys. Здесь. Смотрите, в эконом-классе интересная нумерация. Значит, первые 3 ряда это бизнес-класс. Потом эконом не 4-й ряд, а 21-й. С 21-го по 45-й эконом-ряд. Ширина креста 42-43 сантиметра. Расстояние между сиденьями максимум 76. Ноги входят вплотную. Остается еще буквально 3 пальца туда помещается. Это максимум. Борт видно, что не особо свежий. Но на борту есть вот такой вот экран. Это наш мир развлечений. Сейчас будем лететь, покажу, что же там есть. Он еще сейчас не работает. Если там интересно на русском языке, что-то на английском. Скорее всего, будут кормить. Но из того, что нам выдали, нам выдали вот такие вот наушники. Кстати говоря, было у нас возможности перелететь из Сингапура на Бали как минимум 3-4 авиакомпаниями. Горуда Индонижия была самая дорогая. Я выбрал ее, потому что самое удобное время полета. Она более-менее надежная, не ноукостная. Мне нужно было докупать специально багаж. Вот все, полетели. Короче, наш полет немного более 2 часов из Сингапура в Ден-Пасар. Здесь кормят. На выбор есть либо острая курица, spicy chicken, либо рыба. Еще даются какой-то салатик, типа вот такой. Я вегетарианец, точнее, веган. Потому что, чтобы себя прокормить, нужно было заранее заказывать. Поэтому я просто позабираю у своих девчонок вот такие салатики и ими наеду. Дают также напитки бесплатно. Алкоголь, я вижу, нет. Есть пиво. Значит, из напитков есть полнотола, спрайт, соки, вода, чай, кофе и пивас. Сейчас спрошу, есть ли еще алкоголь. Короче, только пиво. Я не бью мне попик, но вам же интересно. У меня 4 вот таких салата сегодня. Борт наполовину заполнен. Всех пассажиров распределили равномерно. Так делается всегда, чтобы все не сидели во вместе, чтобы вес был равномерно распределен. Такие правила в авиации. Вот эти мультимедийные экраны, они на 2-х языках. На индонезийском и на английском. Соответственно, и все кино, все мультики тоже на индонезийском и на английском языке. Эмма иногда смотрит. Да и Ева, когда смотреть нечего, тоже смотрит. Сейчас она сидела, читала книгу, а теперь играет в какую-то игру. Все, дай 5. Вот так. Мы прилетели. Прилетели вовремя. Пролет прошел замечательно. Сняли это видео для вас, друзья. Мы следующие более 2 недель находимся на острове Бали, поэтому будет много интересных видосов. Не забывайте обязательно подписываться, нажать на колокольчик, чтобы об этом узнать первыми. Я также очень часто разыгрываю различные призы, авиабилеты, футболки и всякое остальное интересное. Поэтому это та же причина подписаться на канал, посмотреть в описании ко всем видео. Возможно, какого-то из них прямо сейчас подходит, проходит какой-то конкурс. Ну, а мы выходим в паспортный контроль. И что? Едем наслаждаться Ройским островом. Да, зайка? Ну что, говорим пока? Пока. Пока, друзья. Бай-бай. Песня, друзья. Friedrich Kowaly Песня Который Байг choose И я comprendre Прис Baal И вот мой весь колхоз Вот он еще Мы прилетели на Бали Субтитры создавал DimaTorzok